Я всех приветствую на своем канале Инфам и Тиньфам и с вами Елена. Сейчас я нахожусь в прекрасном городе Киеве и мне бы хотелось показать нашу прогулку, показать туристические места. Перед вашими глазами памятник построен рождению, легенде, вернее, о рождении Киева, где в повести временных лет, согласно ею, три брата Кищик, Хорев и сестра Лыбедь основали на живописных берегах Днепр город и город назвали в честь старшего брата Киевом. Я думаю, что эту легенду знают все, кто учился на Украине, как я, или кто родился, кто живет уже с самого рождения, потому что действительно в школе, по-моему, с этого как раз, с этой легенды все и начинается. Кто еще никогда не был в Киеве, скажет, что мы сейчас находимся на Майдане незалежности или площадь независимости, извините за мой ужасный акцент. Эту площадь как только уже не называли, она была и советской, и октябрьской революцией, и я не знаю, как еще коммунистические наши товарищи над ней только не издевались и с ее названием, но площадью независимости она как раз стала тогда, когда Украина в 90-х годах получила независимость. А точнее, это будет в 91-м году. Красоту не передать, конечно, словами, не камерой, там надо хотя бы раз в жизни побывать, чтобы это увидеть, потому что площадь прекрасна, хрящатик прекрасен, как в дневном свете, так и с вечерними огнями. И каждый раз, когда я возвращаюсь, вот как-то вот чувствуешь какие-то вот такие вот чувства, некая свободы, наверное, из-за того, что этот хрящатик настолько вот широкий, как-то вот такое особенное настроение, которое ты чувствуешь только в этом месте. И я, если честно, возвращаюсь с большим удовольствием. Мы прошлись по туристическим местам с свекором и свекровью, и мне пришла такая вот идея в голову, ну, сделать такую видеобазу для туристов, то есть, когда вы приедете в Киев в короткое время, что уже можно посмотреть. Здесь, как вы видите, это палац президента Украины, в общем-то, видно сразу, что это такое вот здание еще коммунические времена, такое стабильное, такое массивное, огромное. Но, на самом деле, меня интересует совершенно другое, и это, конечно же, дом с химерами. Вы знаете мою большую любовь к стилю Arnouveau-la-Moderne, и, конечно же, я не могла обойти стороной этот дом, его не показать для меня, это одно из главнейших просто примечательностей культуры. И кто бы мог подумать, что спор между друзьями обратится в памятник культуры, потому что этот участок земли в то время был на обрыве, центр был совершенно в другом месте, здесь было какое-то болото непонятное, и место было совершенно не предназначенным для стройки. Но один архитектор, Владислав Городецкий, поспорил со своими друзьями, что он построит свой семейный дом. И дом был построен, кстати, на тот день с очень новым таким продуктом строения, цементом. Как видите, что архитектура дома более чем удалась, и Городецкий сказал такие слова. Дом, конечно, странный, но не найдется в Киеве ни одного человека, который бы, проходя мимо, не оставил на нем свой взгляд. И поверьте мне, что прошли уже года и года, а этот дом действительно имеет просто огромнейшую популярность, и глаза останавливаются не на доме президента, а именно на дом с химирами. На мой взгляд, дом просто необыкновенно красив, он имеет свою легенду. Фасад богато украшен как реальными фигурами гипертрофированных размеров, так и нереальных, например, те же химиры. Чувствуется, конечно, вот эта вот страсть к охоте, всевозможные там девушки на рыбах, которых принимают за русалок. Действительно, этот дом, он оригинален, он имеет настолько такую ценность. Не знаю, я очень люблю сюда возвращаться, и каждый раз думаю, что ничего себе у человека была такая фантазия. Мы с вами сейчас находимся в Золотых Ворот, и, наверное, сейчас многие подумают, а где же золото? Своё название получили от схожести с Константинопельскими Золотыми Воротами. И это, на самом деле, главная ворота старинного Киева, потому что, когда враги угрожали Киеву со всех сторон, великий князь Ярослав Мудрый приказал, в общем-то, вознести эти ворота мощные. Это такое вот крепление, которое защищало Киев от всевозможных нападений. Ну, а мы с вами продвигаемся в Андреевскую церковь. Это высокий храм с зелеными куполами, и считается просто одним из самых красивых памятников киевского барокко. Его возвёл Бартоломео Растрелли, который также построил зимний двоезд в Петербурге. Пока вы будете продвигаться из одного пункта в другой, обязательно смотрите налево, направо. Смотрите, какие прекрасные улицы. Смотрите, в облако какая архитектура. Ведь здесь есть стили смешанные, как барокко, как арнуво, как та же наша коммунистическая архитектура, если архитектурой можно назвать. Ну и, само собой же, разумеется, мы будем с вами продвигаться к церквям. Каждая из них особенно прекрасна и одухотворяет нас. Вот и зелёные купола собора Святой Софии Киевской, который уже почти тысячу лет. То есть скоро она будет праздновать своё тысячелетие. И это один из самых древнейших памятников нашей христианской культуры, которая также охраняется ЮНЕСКО. И под Олюку находится Михайловский слотоверский собор. Святой Михаил, он патрон украинской столицы Киева, ну а также города Брюсселя и Гамбурга. Также этот собор очень важен для нашей культуры, потому что это был первый собор, на котором появились такие вот позолоченные купола, откуда на Руси пошла своеобразная традиция. Моя коротенькая экскурсия туриста подходит к концу. Надеюсь, что я была не очень вам занудная и что вам было интересно. Если вам было интересно, то ставьте пальчики вверх. Кто ещё не подписан, обязательно подписывайтесь. А кто ещё не был в Киеве, то обязательно сюда приезжайте. Огромное вам спасибо за внимание. И я вам говорю до следующих встреч в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok